Поздравили стражей дорог в честь предстоящего дня защитника Отечества, члена Всемирного Альянса Миротворец, наградили лучших автоинспекторов республики нагрудными знаками отличия и орденами. О своих подвигах герои дорожных фронтов рассказали нашим журналистам. Майора полиции Недима Аджибикирова можно смело назвать героем. На службе ему довелось преследовать водителя КамАЗа, который сел в немменяемом состоянии за руль. Лихач в погоне игнорировал все ПДД, сбивая бетонные ограждения и совершал попытки наехать на людей. Даже предупредительные выстрелы из стабельного оружия не остановили злоумышленника. На ходу запрыгнул на ножку КамАЗа, рукояткой пистолета разбив стекло двери. В приказном порядке приказал водителю уже заглушить мотор и остановиться. После чего мы его уже достали из салона автомобиля и поместили в служебный автомобиль до приезда группы. За храбрый поступок члены Всемирного Альянса Миротворец наградили инспектора почетным орденом. Также за безупречное несение службы поощрительные награды получили еще 8 сотрудников ГИБДД. Если не будет мира на дороге, представляете, где мы будем? Я думаю, в Ковете. Он очень прост, но я думаю, надо соблюдать всегда уважение к людям, мирное. То есть всегда находить какую-то толерантность. Также в честь Дня защитника Отечества золотым орденом миротворца отметили начальника управления ГИБДД по республике Крым Анатолия Борисенко. Офицер прежде всего поблагодарил республиканские власти за поддержку. Вы все прекрасно видите, какие транспортные средства, на каких транспортных средствах ездят сотрудники ГИБДД. Эти транспортные средства были получены в вхождение к району состава Российской Федерации. Мы получили форменное обмундирование. На данный момент получаем оргтехнику, получаем средства, те, которые измерительно должны работать сотрудниками ГИБДД. Также всех автоинспекторов поздравили с Днем защитника Отечества юные пешеходы, приготовив для них концертную программу. Я всей инспекции желаю здоровья, без конца и края, большого счастья в жизни личной, работать четко, на отлично. Дмитрий Попов, Игорь Романенко, Время новостей. Продолжение следует...